Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать! Сегодня у меня очередное полезное видео для вас. Буду чистить сковороду с антипригарным покрытием. Чистить буду внутри и снаружи. Надеюсь, что способ вам понравится и окажется для вас полезным. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Зен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Сковорода у меня грязные внутри и снаружи. На поверхности много жира, копоти, нагара. Вот так вот сковорода выглядит внутри. И сейчас при помощи современного способа, без использования химии, покажу вам, как можно избавиться от этой грязи. Все, что нам потребуется, это таблетки, либо порошок для посудомоечных машин. У меня сегодня порошок, самат. Лучше всего взять таблетки Ферри. Они идеально расщепляют жир и работают очень интенсивно, очень мощно. Больше всего мне понравился этот способ вот именно с таблетками Ферри. Но сегодня у меня его нет. Я воспользуюсь порошком самат. Нужно будет взять один колпачок этого порошка. Если брать в таблетках, то 2-3 таблетки, не меньше. Затем беру кастрюлю. У меня кастрюля 5-литровая. И добавляю в нее порошок для посудомоечной машины. Опускаю сковородку. Сковорода должна быть максимально покрыта раствором. У меня сковородка очень старая и ручку я открутить не смогла. Лучше, конечно, ее открутить и кипятить в этом же растворе. Теперь кастрюлю я ставлю на газ, воду довожу до кипения и кипячу не менее часа. За это время нагар станет максимально мягким и податливым. Нужно обязательно смотреть, если нагар у вас не слишком закаменелый, то, возможно, достаточно будет и 30 минут. Если же нагар прям совсем твердый, его очень много, то кипятить придется больше часа, например, 1,5-2 часа. Все это зависит от степени загрязнения. Друзья, кастрюля у меня кипит уже ровно 1 час. Кипячу я на достаточно сильном огне. Давайте покажу вам результат. Кстати, пены немного, ничего через край у меня не вытекало. Пена умеренная. Вот такой вот результат у меня получился. Смотрите, практически чистое дно. Осталось немного нагара вот в этом месте, но это было самое загрязненное место. Весь остальной нагар самоочистился. Смотрите, также на этой поверхности все удалилось. Нет ни жира, ни нагара, ни копоти. И ручка тоже хорошо очистилась там, где контактировала с раствором. Вот в этом месте не контактировала, поэтому нагар остался. И вот в этом месте тоже нагар сохранился, потому что раствор туда не попадал. Там, где попадал раствор, все практически чистое. Я думаю, что вот это я сейчас легко счищу обычной губкой. И давайте вам покажу, каким цветом стал раствор. Он темно-коричневый, я бы даже сказала черный. Весь нагар остался внутри кастрюли. Внутри сковородка тоже чистая. Нет ни нагара, ни копоти. Все великолепно отмылось. Вот такой вот блестящий результат я получила в конце своей работы. Чистая сковорода, причем чистая как снаружи, так и внутри. И при этом полностью сохраняется антипригарное покрытие. Способ щадящий, способ рабочий, способ без химии. Поэтому, друзья, смело берите его на заметку. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, обязательно раствор должен полностью контактировать со сковородой. Только тогда вы достигнете эффекта самоочистки. Вот здесь вот у меня контакта с раствором не было. И поэтому здесь нагар как был каменный, таким он и остался. И вот в этом месте тоже не очистился нагар. Во всем остальном месте нагар стал податливым, мягким и легко удалился. Смотрите, какая чистая сковорода. Обратите внимание, вот на эту красную кайму нигде ничего не стерлось, ничего не повредилось. Поэтому способ 100% рабочий. Я этим способом уже почистила несколько сковородок, и всегда результат был 100% хороший. Единственное, если нагар у вас совсем застарел, закаменел и его много, то кипятить в растворе по времени нужно будет дольше. Я одну сильно загрязненную сковороду кипятила 2,5 часа. Через 2,5 часа нагар стал мягкий, податливый. Я легко смогла его очистить щеткой и обычной губкой для мытья посуды. Поэтому, друзья, обязательно пробуйте. Что касается таблеток для посудомоечных машин, их достаточно 2-3 штуки. Если не жалко, можете положить 4. Это только ускорит процесс. Считаю, что этот способ получается достаточно бюджетным, потому что таблетки для посудомоечных машин можно иногда купить по очень-очень хорошей акции. И плюс ко всему, он без химии, он безвредный. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую проверить мой рецепт и получить так же, как я, великолепный результат. На этом, друзья, у меня сегодня все. Буду очень рада, если видео окажется для вас полезным. Если это так, не забудьте поставить лайк, поделиться видео в социальных сетях. С вами была Марина Жукова. Буду очень ждать от вас обратной связи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok